Всем доброе утро! Вот такое вот у нас утро. А мы, как всегда, в заперти. Не знаю, какой день даже уже. 13? 13 или... Нет, какой 13? 14, 15. В общем, какая разница? Пока сидим дома. Я слышала в России, сегодня я с подругой разговаривала, вчера я разговаривала, что в России тоже прям жесткий карантин. Хотя не в России, а в Москве. Странно как-то, почему только в Москве, а другие города чего-нибудь, типа не это, не Россия. В общем, надо все это переждать, пережить, ну ладно. О, мужчина зарядкой занимается. Он раздевается уже, видите? Кто-то и за мной так же подглядывает. Он там приседания сделал. Вот, молодец, умница. Вот, пошел отжиматься. Видите, вот так и я делаю. Да, как иначе. Ведем балконную жизнь. Балконно-крышную жизнь. Так, кто там у нас кашляет? Тоже пойду сейчас переодеваться и заниматься. Он прям меня мотивирует. Все, переодеваюсь и на зарядку становись. Тоже пойду сейчас. Где я еще могу быть? На нашем пятачке. Вышла погулять с Чарли. Вернее, Чарли погуляет, а я с ним. И домой. Кушать, готовить. Хочу сделать сегодня фунчозу. Фунчозу, наверное, сделала. А муж там захотел себе это. Тортию да потата. Картофельную запеканку, что ли. Или как ее там назовешь. В общем, вот так вот за мной наблюдает женщина. Скажет, что это она с телефоном разговаривает с балкона? Хочу и разговариваю. Вдруг я со своей сестрой разговариваю. Я вчера вот с ней поговорила. Пока ходила с Чарли тоже. С сестрой разговаривала. Обсуждали ситуацию. Вы знаете, какие-то некоторые люди, даже блогеры такие странные. Особенно мне нравится выражение. Вы видели этот вирус? У вас есть знакомые? Ой, тут птичка мертвая. Вот это вот вы видели этот вирус, меня просто убивает наповал. Почему? Потому что хотите посмотреть? Идите в испанские больницы. Как говорится, рискните здоровьем, рискните жизнью. Идите в испанские больницы. И посмотрите на этот вирус. Своими собственными глазами. А потом вы еще и побудете в шкуре зараженного. Все очень просто и легко. Вот это вот. Вы видели его в глаза? Видели. Знаем. У меня, ну и у меня, у знакомых, знакомые есть зараженные, которые... Поэтому вот это вот. Мы его не видели, мы его не видели. Вы их трупы видели? Как вы можете трупы эти увидеть, если они заражены вирусом? Их вам никто не покажет. Почему? Потому что их даже родственникам не показывают. Я хочу какой-нибудь влог пропустить и не говорить об этом вирусе. Но это просто как бы не получается. Потому что кто вам трупы зараженных покажет? Ну никто им не покажет. Их складируют. Их даже родственникам не показывают. Вы понимаете? Их так вот, их хоронят, как говорится, как войну. Не знаю, как. Даже не хоронят, потому что нету мест уже. Вы видели его этот вирус? Ну твою мать, а! Ну как вы на него посмотрите? А еще, знаете, сегодня прочитал, что испанские больницы пустые. Вы знаете, в Испании 20% всех зараженных это медики. Представляете? Они не могут быть в больнице пустыми. Вообще бред какой-то. Еще люди пишут, которые живут в России. Типа, кто-то им сказал, такой же неверующий Фома, что испанские больницы пустые. Такой бред наслушаешься. И главное, они это лисут в массы, что никакого вируса нет, что все, уходите на шашлыки, гуляйте. Нет бы наоборот говорить, сидите дома, там как-то, не знаю, да, чтобы быстрее пройти этот вирус, чтобы быстрее все закончилось. Нет, они пропагандируют, что все зашибись, никакого вируса нет. Просто давайте ходить, гулять, заражать друг другу. О себе не думайте, а думайте о других, о тех людях, которые от вас заразятся и помрут. Благодаря вам. Вам нужна такая ответственность. В общем, все. Это у меня мой такой позыв, каждодневный, можно сказать, про вирус. И больше я, наверное, ну, может быть, скажу вам статистику какую-нибудь. Ну, просто честное слово. Как нас посмотрю, русский ютуб, и все, у меня, у меня кипит, как говорится, душа, и хочется по голове дать этим чудо-блогерам. Так вот, еще парень вышел тоже с собачкой гулять. Хотела сегодня, ну, как не хотела, думала, что мне нужно сегодня идти к бухгалтеру. Мы созвонились с ним, и он говорит, что никуда идти не нужно. Что я ему должна переслать кое-какие свои документы, ну, там вид на жительство, все паспорт зачем-то, вот, еще что-то там. В общем, а, и номер счета, куда мне могут перечислить деньги, то есть помощь. Вот, все оплаты у нас сейчас заморожены. Я даже, знаете, у нас страховое, страховое, социальное страхование, ну, которое мы выплачиваем, там, пенсионный фонд, на медицину, на пенсию. Каждый месяц берут это около 300 евро. Вот, и они снимают деньги 26-го, 27-го числа. Сегодня 29-е, с меня никто ничего не снял, вообще никаких выплат не сделала. Хотя, вот, до 1-го числа у меня я все выплаты делаю. Ну, что спортзал, это еще в прошлом месяце он мне прислал, что выплаты все приостановлены, что они не будут снимать деньги за те месяцы, которые не ходим в спортзал. Что там я еще должна была платить? Ну, кроме моего арендатора. Мой арендатор, он вообще человек, ну, больной в прямом смысле и на голову, и физически. Поэтому, если я ему сейчас скажу, ты знаешь, в стране такая ситуация, что никто не платит. Вот, он скажет, иди гуляй дальше тогда. В общем, он не поймет этой ситуации. Он вообще сидит дома. Он инвалид, мой арендодатель. Он инвалид, он не ходит. У него что-то с нижней частью, не знаю, что. Я уже много раз говорила, в Испании это не проблема быть инвалидом. Здесь, как говорится, все сделано для них. Но он просто решил вот так вот самоизолироваться. И уже 6 лет, по-моему, не выходит на улицу. А вот он может быть... Ну, он шарит в интернете, ему 60 лет, по-моему, больше. И, в общем, ну, человек немного не того. Конечно, он знает о ситуации, но я ему не объясню, что вот я тебе не буду платить. И я, знаете, предпочитаю заплатить, потому что рано или поздно мне все равно нужно будет это платить. Я предпочитаю заплатить сейчас, чем через месяц за два месяца. Вот, это мне нужно... Ну, я ему плачу, просто перечисляю на его счет. В общем, да, все выплаты приостановлены. Ничего никто у меня не снимает деньги. В общем, не знаю, посмотрим, увидим. Если бы мне дали бы эту помощь в размере заработной платы, минимальной хотя бы, то можно было бы сидеть на карантине, как говорится, со спокойной душой. Вот, ну, посмотрим, не знаю. Ну, если он у меня спросил все документы, то выплатят, наверное, да? Чарль уже все нагулялся. Он уже сам хочет домой. Минут пять мы гуляли. Вот с вами разговариваю, вот это время мы гуляем. Музыка звучит со всех балконах вообще. Хоть так это. Развлекаются люди. В общем, я приступила к готовке фунчозы. Вот так порезала крупно морковку, лук, перчик. И сейчас обжарю. Для фунчозы мне нравится, когда овощи не особо так, знаете, зажарены, пережарены. Как бы полуготовные. Полуготовные. Такое слово есть, полуготовные. В общем, обжарю. И потом положу баклажан и кабачок. Вот у меня пополовинки есть. В общем, сейчас порежу. Добавила баклажан. Сейчас вот быстренько все всосет, все масло. Ублажаем, как губка, все всасывает. Но потом он отдаст все равно это масло. Поэтому масла не добавляю больше. Иначе будет жирно. Я не люблю, когда слишком много масла или жирное. Немного обжарю. И рисовая лапша у меня такая вот сегодня. Вот такая, плоская. Сейчас изучу, как ее готовить. Потому что ее, по-моему, варить. Обычную фунчозу нужно. Да, эту варить нужно 2-3 минуты. Обычную фунчозу просто заливать кипятком. А эту нужно немного поварить. 2-3 минуты, а не больше. Такие. Меркадони брала. Многие говорят, типа нету, все есть. Меркадони брала. Фальканбуток там вообще какой хочешь. Не плачь, певчонки. Пройдет дождик. Даже если у меня много будет вот этого вот соуса, скажем, подливки, да, ее так назовем. Можно завтра отварить риск и смешать с подливочкой. Будет все очень вкусненько. Бляха-муха, мясо забыла. Твою мать. Быстренько исправила ситуацию. Выложила все сюда, что у меня жарилось. И буду, порезала мясо, эти ли, полосочками. Видите, сейчас буду обжаривать. Ну, как у меня из головы вылетело вообще. Думаю, что-то не хватает. В общем, да, обжариваем мясо. Ну вот, обжарила мясо и добавила опять все мои овощи. И сейчас с мясом немного подобавлю. Нет, не все. Кабачок добавлю в самом конце. Потому что он быстро готовится. Кстати, попался немножко бачка. Но прям буквально быстренько. Какие буду добавлять соусы? Остричный у меня есть соус. Очень вкусно с ним. Естественно, соевый. Сейчас добавлю немного в эти овощи рисового уксуса. Чтоб мягкое мясо было. Так вот, видали брала для суши. Еще у меня есть типа китайские приправы, которые супер острые. Я не люблю острую еду. Поэтому с ней надо немножко. Там совсем ее. Добавила соусы. Так вот вкусняшка получилась. Сейчас немного протушится. И добавлю, выключу и добавлю чеснок и фунчозу. И все это смешаю. И все, и готово. Хотя этого много. Для фунчозы, наверное, отложу. Половину отложу на завтра. И можно с рисом поесть. Так и сделаю. Потому что очень много. Если сюда фунчозу положить, это нам на неделю. А фунчозу лучше есть с пылу, с жару. Всем приятного аппетита. Хожу два дня, думаю. И смех, и грех. Во-первых, муж съел вот эти. Он раньше не ел. Как не ел? Я ему не давала. Потому что все это... Я уже много раз говорила, что испанцы, они такие привередливые в еде. Что они, не попробовав, тебе уже скажут. Это мне не нравится. И вот эти вот фунчозу я ему никогда не давала пробовать. А сегодня просто спросил. Говорю, будешь? Он подумал, что это в суп добавлю. Вот. И такой, я говорю, а я... Ну, он сказал, буду. И я ему наложила. Сейчас он мне заявляет. Блин, какие, говорит, вкусные. Спагетти, спагетти. Какие вкусные спагетти. Я говорю, здрасте, приехали. Так что распробовал, представляете? В общем, что я тут хожу-то думаю. В общем, смотрите, что у меня с фруктами творится. Один полугнилой. В общем, да, видно, да? В магазин надо, друзья. Блин. И вот я хожу-думаю. То ли в Алькампу съездить, то ли к индийцу сходить. И склоняюсь больше съездить все-таки в Алькампу. Сейчас как раз время третий час, потому что у нас осталось три яйца. Все равно надо будет за яйцами сходить. В общем, поеду, наверное, в Алькампу. В Алькампу уже сто лет не ходила. У меня в Меркадону ходила. Раз. И в Алькампу раз. За три недели почти. Нормально, я думаю, да? Ну что, друзья, с Богом. Пойду переодеваться. И одену одежду, которая потом сразу отправится в стирку. В общем, как на войну. А куда деваться-то? Знаете, что еще боюсь? Что машина не заведется. Она уже не знает, сколько времени стоит. Аккумулятор, может быть, подсел или все что. И парковку потом не найти. В общем, да. Посмотрим, заведу я свою красавицу или нет. Ну что, красивая, поехали. Кататься. Завелась. Время надо переводить тут. Ой, моя сладкая. Я так по ней заскучилась. Поехала. Уже мужик ждет. Я такая красивая. Кстати, вот шампуни. Все есть. Не шампуни, а эти. Куда я зашла вообще? А без... В этом месте. Поэтому я не знаю, есть они или нет. Я не знаю, где их искать. Мула, до хрена, разного. Сейчас буду искать, если найду. Народу очень мало, поэтому можно походить и погулять. Я, знаете, прям это... Успокоилась, потому что вообще никого нет. Хлорка для белья есть, а хлорки для мытья нет. Странно. Можно же... Хлорка для белья, в принципе, там она такая же подходит. Но зато вот это очень классное средство. Это аммиак. Он тоже убивает все бактерии. Окна мыть классные. Вот так вот я раскладываю продукты. Сейчас они там часика два-три полежат. Три-четыре, в общем. Из упаковки достала. А там все ничего нет в упаковке. Ну, кроме мяса, естественно. Мясо как можно это... Протру, положу в холодильник. В общем, приехала. Все нормально на улице. Вы знаете, телек посмотришь, ужас хватает. Прям аж плохо. На улице нормально так. Ну, народу никого нету. В магазине, вон, компу вообще никого нету. Я в очереди в кассе вообще не стояла. В общем, все замечательно. Все купила. Что надо, что не надо. Больше, что не надо. Купила уголь. Будем делать. Ла барбакуа, ла барбакуа. Кому ми густа, ла барбекю. То есть барбекю будем делать. Говорит, завтра будет дождь. Я говорю, ну, это обязательно завтра, послезавтра. Когда восковыходные. Мне прям хотелось, чтобы, знаете, сейчас так как сидим дома, времени дофига у всех. Замариную в кефирчике мясо. Венца не купила. Надо было бы венца купить. В общем, сейчас все это проветрится и покажу вам, что я купила. Такие мои продукты. Чек, в принципе, длинный. А что-то ничего, вроде бы как, мало купила. Не знаю. В общем, я буду по списку идти. Мясо купила на... На барбакуа. На барбакуа. Замариную. Кефирчики. Вкуснячка какая будет. В общем, он стоил 5,49 килограмм. Тут вот этот кусок. Вырезка такая. Прям мне вот это мясо нравится. Соламия называется у нас. Так, мандарины. Евро 70. Мандаринки взяла. Они у нас по евро 99 килограмм. С предложением тоже были. Со скидкой. Ананас. А где он? Ананас. Вот он у нас. Ананас. Анавас. Ананас. Анавас. Вот. Ананас у нас. Вытянул по евро 0,9. 2,29. Но он еще зеленоватый. Так. 2 авокадо взяла. У меня же рыбка есть. Засоленая. Соленая в общем. Можно уже завтра кушать ее. Авокадо. Чтобы 100 пакетов не брать. Я взяла. Вот смотрите. Взвесила их. И вот так просто. Ананас с другой стороны приклеила. Что-то дорогие заразы. 4,69 килограмм. Так. Что у нас там дальше? А. Я еще взяла чурису. Колбаска такая. Вот хоть список. А то вот забуду. Повесил тут все. Такая колбаска. Она кстати должна висеть. Вот здесь где-нибудь. Потому что она сыровата. Такая мягкая. А должна быть потверже. Это я взяла готовить чечевицу. Чечевичный суп. Вот такой вкусный получается. С чурицем. Это у нас тактелек вырубается. Я вам говорила. Что один у нас накрылся. А второй который был. Он у нас. Его нам подарила дочка. Мужа. Не моя. И он иногда вот так вот шумно выключается. Купила еще вот такой вот. Как наш российский сальтисон. Это вот мясо голов. Вот такое вкусное. Это мужу. Он мне заказал. 2,99. Здесь полкило. Бананы. Канарские. Были тоже с предложением. Они у нас вышли. Где бананы? Рубль 60. Евро 66. Опять батарейка садится. Альметы. Евро 19. Обожаю вот этот творожный сыр. Вкуснятина. Так. Хамон. Вот такой вот для готовки. Кусочки. Уже нарезанный. Он у нас. Рубль 55. Вот 2 штуки. Груши. Конференция. 2,19. Килограмм стоит евро 99. Не знаю. Дорого, дешево. Дороже стал цены. Да вроде бы такие же. Такая-то штука. Сейчас уточню. Это мантыкия. Масло сливочное. 2,29. Вот здесь вот такая вот штука. Упаковка 2,29. Взяла 2. Так. Яблоки. Евро 50. Они стоят евро 29 килограмм. Здесь больше килограмма. Ну надо же. Лимон взяла. Вот рубль 69 килограмм. Евро стоит вот такой вот кукуруза. Вот такой вот кукуруза. Пытаюсь быстро, потому что батарейка садится. Кукуруза у нас евро 9. Так. Яйца. Рубль 45. Яйца всегда беру эльки. Вот они как были, евро 45, так и остались. То есть не подорожали. Спаржу. Вот такую просто обожаю. Консервированную спаржу на ужин. Вообще прям просто достал и съел. Обожаю ее. Она у нас евро 25 вот за банку. Так. Это газировку взяла. Евро 29. Две штуки. Евро 69. Вот этот вот, который я вам показывала. Валькарпо. Он аммиак. Хорошо чистит все. Так. Что еще? А. Взяла две губки. Взяла. 49 копеек. Рубль 69. Вот такой вот в туалет чистить. Очень часто чищу. Поэтому буквально на дню по два раза. И поэтому уходит. Так. Молоко кокосовое. Ну здесь написано кокосовым напиток. Евро 79. Взяла. Так. А где? А вот кстати губки. Я думала их тут нет. А. Это по-моему клюква. Сушеная. Сейчас чай себе забацаю. С клюквой сушеной. Арандену по-моему клюква переводится. 2,79. Дороговато конечно. Но в чай витамин С. Ням-ням. Так. Это евро 79. Таблетки для разжечь. Чтобы разжечь. Ла барбакуа. Ла барбакуа. Надо быстро. Кому ми густа. Ла барбекю. Так. Дальше. 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 Пленку. Которая у меня закончилась на днях. Она у нас стоит. Евро 11. Евро 29. Лавашики. Вот такие турецкие. Турецкий. Совсем турецкий торт. Так. Лук взяла. Вот такой вот. Для салатов. Вот такой очень хороший лук. Евро 09. Финики. Муж уже пропробовал. Оценил. Сказал вкусные. Он тут раскупил. Такая кака. Я говорю. Не умеешь покупать. Не бери. Блин. Помидоры все таки были. А где они? Или я в машине оставила. Или в этом. Или в тележке. Одно из двух. Потому что здесь их дома нет. А были. Евро 59. Да. Не знаю. Пойду сейчас в машину посмотрю. Так. И клубника. Слушайте. Клубника очень вкусная. Евро 39. Это уже я съела. Слушайте. Ну с помидорами. Прям у меня такой этот. Пойду сейчас в машину посмотрю. А если нет. То в тележке. В тележке. Как могла в тележке оставить. Такая вот головато. Дырявая. Я не могу иначе. В общем сейчас чай поставлю. Машина рядом стоит. Пойду. И я взыркну. Села и чаек попить. Взяла датель. Финики. Вместо печенек. А помидоры-то я все-таки потеряла. Ходила в машину. Нет помидор. Без помидоров Путин. Блин. Где их оставила? Маруся. Буду запивать свое горе чаем. Помидоры потеряла. Я тут онлайн сумбой занимаюсь. Это наша инструкция. Смотрите какие у нас облака. Буквально 2-3 минуты назад была прям полоска вот такая. Вот типа такой. Класс. Смотрите. А там Севера-Невада. Заснеженная тоже классная. Смотрите какая. В общем я пошла. Что я снимаю? Что я пошла пляшать? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так классно она занималась. Молодцы девчонки. Что вы уходите? Теперь они в среду выйдут. И будем дальше плясать, танцевать. И будем слушать сейчас хлопанье. Как всегда. Только светло. Как-то прям непривычно. Соседка. Соседка. Таким жестом. Таким жестом. Мотивировать. Поднять им настроение. За их работу. За то, что они нас обслуживают. В общем за все это. Не знаю. В ваших странах делают так. Я знаю. В Италии делают. А в России не знаю. Делают. Не делают. В Украине. Не знаю. Вот расскажите. Делают у вас так? чтобы в честь работников медицины я сходила в душ намазалась всякими кремиками и пошла я монтировать влог так что встретимся с вами завтра ставим лайки подписываемся и всем пока пока